Базар ТВ представляет Долой современные смартфоны с монобровью, копикой и дыркой. Да здравствует ретро, когда Базар ТВ перешел в англоязычную международную структуру. В последнее время я вообще перестал интересоваться современными смартфонами, так как современные смартфоны, они похожи на друг дружки, когда с передней стороны вам конечно ничего не скажет. Это ясное дело. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ. И сегодня будет необычный ретро выпуск. Nokia 2720 Fold спустя 10 лет. Да-да, этому телефону с момента покупки 10 лет. Моя первая покупка Nokia. Всё в оригинале, конечно в площадном состоянии. 2,5 мм под наушники, обратите внимание. Разъёмные зарядки, Nokia вот такой вот тоненький. Регулятор громкости, естественно. Камера на 1,3 мегапиксия. Камера конечно не активна, всё же была камера. Аккумулятор B4CT. Аккумулятор 860 мАч с таким контактом. Одна сим-карта мини-сим без поддержки карты памяти. Вот я не понимаю, зачем в компании HMD Global назвали Nokia 2720 Flip. Дело в том, что была альтернатива Nokia 3710 Fold. Это похоже на него как бы, но была поддержка карты памяти и была поддержка 3G. Лучше бы назвали как бы так Nokia 3710 Flip, не 2720 Flip. Потому что 2720 Fold это грубо говоря простой телефон на серии 40 без поддержки карты памяти. Вот какой вот внешний экранчик. Динамик громкой связи, логотип Nokia. Открываем вот такой вот телефон. 128 на 160 пикселей. Разговорный динамик. Вот такая вот клавиатура в принципе. Микрофон. Давайте включим аппарат. Естественно аппарат, к счастью, включается. Вот какое приветствие было. Кстати, если честно, я бы Samsung бы взял. Но в то время у нас не было компьютера, а Nokia в то время любили все. Но кто же знал, кто же знал, что спустя стойка Т-летт, чёрный список может оказаться актуальным. Дело в том, что у Nokia не было чёрного списка. В серии S30 чёрный список был, то есть витрация номеров, но она была не полноценна, то есть пропускает звонки без звука. В Samsung поздний тут был полноценный хороший чёрный список, но не суть. Вот такой вот Nokia. Сейчас лайфтаймер. 92702689. Итак, год изготовления 2010, февраль месяц. И наговоры на 402 часа. Но зато телефон рабочий. И камера работает. Не буду не монстрировать. Камера, конечно, не архти какая, но всё же. Диктофон. Обратите внимание, качество записи. Вот в поздних моделях, серии S40 без поддержки карты памяти, тут качество музыки. Это формат WAV. Раз, два, три, проверка качества музыки. Раз, два, три, проверка качества музыки. Вот это был поворот у Nokia. Java приложение. Игры у меня, конечно, удалены. Тут был Bones. Тут была змейка. Интересные Nokia-вские игрушки. Ну, вот вам внешний экран. Как позже оказалось, это ТФТ-шный экран. В Samsung, который продавался на тот момент вместе вот с этой Nokia. Samsung E2210. Внешний экранчик был довольно хорошим в том плане, что без подсветки тоже отображалось время. Тем более, Nokia 2760 был монохромным. Точнее, внешний экранчик был монохромный. А здесь получается и этот ТФТ-шный экран, и этот ТФТ-шный экран. Сегодня мало чего покажу, но, в принципе, самое главное могу показать. Напоследок, вибрация и звук. Давайте проверим. Вибрация? Да, вот таки. Фирменная Nokia-вская на тот момент времени. Да-да, было такое дело. Все клавиши работают, вот даже... Уфа-витно-цифровая клавиатура работает, передвигаться можно. Функции назад выйти, отклонение вызова, посылу вызова, вот, в принципе. А регулятор громкости отдельный. Это вообще шик был. Вот такая вот Nokia. Обзор, по-моему, был на канале, если не ошибаюсь. Потому что в последнее время не очень активно на YouTube. Занимаюсь в основном, смотрю больше, чем записываю. Извините, конечно, за бейберду, но в последнее время просто перестал активно с YouTube работать. Вот такой вот телефон был. Nokia 2720 Fold. Не Flip, а именно Fold. Оригинальный. Честно, у поздних Samsung, если я бы знал, я бы купил бы Samsung, потому что... Вот, заходим в меню. Вот, к счастью, у меня Samsung есть. Вот этот вот. Меню, настройки, Приложение, Вызовы, Все вызовы, Черный список. Вот, черный список, да. Вот, к примеру, вот это. Изменить. Условие совпадения. Точное совпадение. Начинается с... Окончивает сна и содержит очень мощный черный список по звонкам. Это просто офигительно. Честно, я бы Samsung бы взял. Помимо Nokia, был Samsung E2210 раскладушка. Честно, мне Samsung больше нравился по дизайну, но, в то время Nokia все любили. Никто не знал, что... Настанет такое время, что черный список может оказаться актуальным. Лично мое мнение. Сейчас, конечно, Nokia не пользуюсь. Именно по одной простой причине. Потому что в поздних Samsung был черный список. Можно как бы пользоваться. Телефон уже выключил. Вот такой вот ретро-выпуск. Воспоминания Nokia 2720 Fold. Я когда в первый раз увидел качество музыки в формате WAV, я был крайне удивлен, что Nokia FC, они испытывали натотехнологии. Очень даже хорошо, что появлялись такие необычные функции. Но на этом все, подумал я. Больше рассказывать в принципе нечего. Не буду повторяться, потому что в последнее время кто-то интересуется вообще, а кто-то нет вообще. Всем большое спасибо вам за внимание. Спасибо за просмотр на нашем канале. С вами был Пазар ТВ.